Доброго времени суток! Вы снова в лаборатории FAMILA SHOOT SCHOOL. Я Макс Селлер и хочу рассказать сейчас о двух интересных случаях, двух таких проблемах, которые возникли у производителей грибы. Значит, в случае первый на Viber прислал мне постоянный клиент фотографии. Значит, возникла у него проблема в том, что довольно таки уже не приморги, а уже такие подросшие грибы размером с 5 сантиметров ножки, целыми гроздями начинают моментально подсыхать. Пришло много фотографий по внешнему виду сразу видно, что грибы засушены. Первое, что бросается в глаза. То есть грибы не замокшие, не загнившие, они просто засохшие. Как и в любом случае, если хорошо покопаться и хорошо поразбираться в ситуации, то всегда можно найти какое-то решение. И так как хороший постоянный клиент, нужно было ему все-таки найти вот это решение, мы занялись этим вопросом, анализом всего происходящего. Каждые мелочи, которая состоит в цепочке по производству грибов. И вот долго искали, вроде и влажность соответствует, вроде и все делается правильно, вроде и по субстрату. Но вот возникает тот момент, когда вот грибы подрастают и потом начинают почему-то засыхать. Или не формируются нормальные гроздя. И вот в процессе вот этих всех разбирательств было выяснено, что работает человек по производству грибов по двухкамерной системе. Значит, в одной камере происходит инкубация, в другой камере происходит плодоношение. И вот как раз, между прочим, так проскользнула вот эта фраза. И вот она как раз вот подтолкнула той мысль, в чем возникла проблема. Проблема сама возникла в том, что сами блоки из камеры инкубации переносятся не по времени, скажем так, ожидаемого плодоношения, к примеру, там, в третьей неделе, к восемнадцатому дню, а переносятся уже непосредственно с приморгиями на самих блоках. То есть есть приморгий, когда берется мешок, и с приморгием переносятся в другое помещение. Естественно, что переместить блок, телепортировать каким-то образом так, чтобы его не повредить, не подмять, и не поставить это на полку, и не повредить сам мицелий невозможно. Что происходит в этом случае? В этом случае происходит простое повреждение системы мицеллярного вот этого организма в блоке, и в процессе транспортировки, вот такое перемещение мицелий повреждается. Естественно, он останавливается в росте, естественно, он залечивает те дырки, эти раны, которые, ну, раны, так назовем, или места повреждения мицелия, он начинает их заделывать, лечить мицелий в это время, естественно, возникает проблема с формированием приморди и с выгонкой грибу. Значит, в корне ошибка заключается в том, что нельзя дождаться того момента, если вы работаете по двухкамерной системе, нельзя дождаться того момента, когда уже пошли приморди, а тогда начинать их переносить. Нужно их перенести до времени ожидаемого плодоношения. В зависимости от штамма, оно может быть разным. Это уже смотрите инструкцию или спрашиваете у производителя. Ориентировочно это всегда является где-то 18-22 день. У некоторых штаммов бывает чуть дольше, но с ними обычно это как бы работает. Так что, если мы говорим о штамме К-17, то приблизительно к 18-му дню блоки должны быть перемещены уже в камеру плодоношения. Обязательно здесь нужно сказать, что упускают люди тот момент, тот момент, что в камере инкубации блоков должна быть достаточная влажность. То есть эту влажность нужно создавать. Нельзя просто дать обогрев и не давать влажности. Потому что к времени созревания блоков, блоки уже просто-напросто высыхают, и когда они переносят в камеру плодоношения, то уже грибы выдавать нечем. Потому что внутренняя влажность блоки закончилась, а выгонка грибов, можно сказать, на 70-80 процентов зависит от этой влажности, которая в самом блоке. И никакими климатическими условиями, никакими внешними увлажнителями, никакими поливами вы уже эту влажность не добавите. Поэтому неправильно заинкубированный блок приведет к тому, что ожидаемого результата, ожидаемого выхода у вас не получится. И сразу хотелось бы остановиться на другом таком случае. Почему в одном видео я вдавливаю два таких, вот именно вдавливаю два таких случая, вот почему не отдельно сделал какие-то там проблемы, какая-то другая проблема. Потому что внешне на фотографиях проблема выглядит одна и та же. Человек, который давно производит грибы, выращивал их, много раз их там видел и знает, как это все делается. И вот тут вдруг присылаю кучу фотографий, где показывает полностью, можно сказать, тотальное высыхание самих не примордиев уже, а опять же таких же, можно сказать, уже грибов с ножками по 5-7 сантиметров сформировавшаяся уже такая вроде как должна пойти гроздя в шапке. И вот она просто выглядит с желтым сухим грибом на блоке. То есть можно срезать, досушить и вот получается перетереть носу. Внешне и предыдущие проблемы, и эта проблема по фотографии выглядит одинаково. Опять же таки, нужно перелопатить кучу информации, повыспрашивать человека и всегда, у грибовода, у него все правильно. Все технологии отработаны, все сто процентов, конечно, и влажность, и все, и инкубация, и все делали. И тут вот допрашиваешь, допрашиваешь, вот как на допросе где-то, как у партизана, вытягиваешь вот эту информацию, и тут вдруг уже вот узнаешь, что у человека все-таки изменилось то, что у него блоки начали делаться уже не в ручкопашную, а у него появился набивщик. А к набивщику мы подошли каким-то таким образом, что человек говорит, а какой размер блока? Он говорит, значит, 35 на 35 на 65. То есть очень короткий сам рукав, в котором делается блок. Значит, 35 на 65. А вес? А вес где-то 12, по-моему, или... Не, что-то такое огромное какое-то, или 13, или даже 14 килограмм. То есть это на семечке. То есть я просто удивился, как можно запихнуть такой вес, это какая-то такая черная материя получилась, упихнуть 14 или 16 килограмм в 65 сантиметров вот этой пленки. Значит, что в результате произошло? То есть субстрат, по внешнему виду человек не первый раз выращивал грибы, он видел, как должен выглядеть свой субстрат, он не перемочен, все абсолютно правильно сделано. Но когда поставили блоки на полки, он говорит, почему-то вода все равно начала выходить из этих блоков, образовались внизу, значит, такие вот волдыри, вот эти волдыри мы подрезали, но это мало чем помогало, все равно вода куда-то уходила. Вот. А в результате потом получились подсохшие грибы. Значит, в чем была проблема? Проблема в том, что сделали набивщик и набивщиком вдавливали вот эти 15 или сколько там килограмм в этот маленький объем. Получалась какая-то вот эта черная материя внутри вот этой пленки, которая просто выжимала из себя даже воду, просто-напросто. И вот когда пришел момент плодоношения, ну, мицелий должен что-то сделать, как-то должен продолжить свой род, выдать вот эти все-таки грибы со спорами и так дальше, то внутренней влаги там просто фактически не было. Он все, на что был способен, это запустить процесс образования при морде, вырасти до 3-4 сантиметров, а дальше просто умереть. И оставить грибоводу высушенные грибы. Казалось бы, казалось бы, ну, очевидные вроде как вещи, ну, к слову, что таких блоков там, ну, не надо было их 600 штук делать, но надо было попробовать все-таки вы вводите, я всегда, ну, даю же советы, если вы вводите какое-то изменение в процессе, значит, это изменение нужно очень хорошо исследовать, нужно очень хорошо проработать его, чтобы понять, как это все, потому что изменение любое в системе, оно систему усложняет, значит, соответственно, добавляет каких-то других условностей. Но нельзя было пилить 600 блоков одинаково, по 16 килограмм, чтобы потом узнать, что грибы из них не получили. Как исправить эту ситуацию? Вообще, по внешнему виду, такие грибы у меня когда-то было такое, когда просто вторую волну взяли, вообще забыли в грибное помещение. Не ходили, потом вдруг пришли, а тут оказалось, что уже не было ни вентиляции, как-то там что-то пропустили. И грибы вот пошли уже такие по 7 сантиметров, длинные ножки, маленькие шапочки, и, значит, уже вот вся грибное помещение в таком. Казалось бы, что ситуация проиграна, но своевременное включение вентиляции, температуры и влажности привело к тому, что вот ножки пошли, а потом это все развернуло в шапочки, и урожай не был потерян. То есть вытянуть ситуацию возможно, в том случае, если бы блоки были правильными. Но если они забиты уже, то как исправить эту ситуацию, я, честно говоря, даже не знаю. Если у вас есть какие-то мнения, как 16-килограммовый блок, втиснутый в рукав 35 на 65, как можно эту ситуацию исправить, кроме того, что взять, вынести куда-то на улицу, положить под природные условия, пусть природа сама сделает свое дело. Ну, может быть, таким образом еще что-то можно будет вытянуть из этих блоков, но на самом деле ситуация полностью потеряна. Так что будьте внимательны. Вроде бы казалось очевидные такие вот вещи, вроде бы очевидные такие случаи. Люди что с опытом и не первый день там выращивают грибы, и все-таки наступают на какие-то грабли. И вот получают такой результат. Для этого я и веду свой блог, для этого делюсь с вами той информацией, которую я получаю своевременно. Поэтому следите за каналом. В этом году, как видите, что-то такое в последнее время мало публикаций. Это связано с тем, что в этом учебном году школа Фанни Машум Скул занимается именно... Мы уже занимались там культурами, разными экспериментами, занимались там производствами разных там всего, чем мы только не занимались уже. И вот мы вплотную пришли к последнему уже самому важному моменту предпринимательства. Занимаемся бизнесом. Вот. А бизнесом, если занимаемся, то, простите, тех заработков, которые происходят там от публикации видео на ютубе, это не бизнес. Это трата просто бесполезной времени. Поэтому так получается, что положение обязывает все-таки не забывать друзей, публиковать какие-то видео. И так как 17-18 год занимаемся непосредственно бизнесом, значит, нужно делать какое-то свое видеоизложение или понимание вот тех каких-то финансовых процессов, которые происходят в грибоводстве. А это вопрос довольно-таки сложный. Как общее, вот такое, очень широкое понимание и понимание бизнеса, экономики через призму грибов вывести в какие-то общие понятия, которые можно подвести для широкого круга, значит, широкого круга людей, это довольно-таки непросто. Значит, идет процесс поиска правильных, именно правильных каких-то способов, правильных решений, правильных слов, возможно, чтобы это можно было сформулировать в доступное и, главное, полезное. Не просто так оттаратолить что-нибудь, а полезное какое-то такое содержательное изложение. Вот. Так что публикации будут именно по сути ведения бизнеса через призму грибоводства. Вот. Поэтому надо следить за каналом Fanny Machine School, публикацией Макса Селера, по всем деловым предложениям. Где-то у меня на видео есть мои скайпы. Скайп такой же, как Fanny Machine School. Ну, пишите на... Если нужно лично по каким-то вопросам связаться, то пишите где-то просто в комментарии, что нужен какой-то личный контакт. Дам телефоны или там Viber, Telegram. Вот. Ну и на этом пока все. Вот такое видео. И не забывайте самое главное, что умные учатся на чужих ошибках. А вот глупые люди все учатся на своих. Ну, опять же, такие спорные довольно-таки утверждения, потому что многие из людей, которые добивались успеха, они говорят, а как быстрее добиваться успеха? А чтобы быстрее добиваться успеха, нужно удвоить количество ошибок. Потому что каждое количество ошибок, это наш творческий поиск, который приближает нас все-таки к тому правильному шагу, правильному решению, которое приводит к правильному результату, ожидаемому результату. Поэтому не стесняйтесь делать ошибки. Главное движение, главный процесс не останавливаться, потому что к успеху приходит не тот, кто не делает ошибок, а просто тот, кто поднимется ровно на один раз больше, чем упал. Ходить научится тот, не тот, кто упал и не поднялся, а тот, кто поднимется просто на один раз больше, чем упал. И тогда, любым образом, всегда вы придете к своему результату. И до следующих встреч на канале. Субтитры сделал DimaTorzok